Добрый день, друзья! Меня зовут Иванова Лариса, я тренер по радости. И знаете, сегодня, когда происходит вот такое трудное время, года два-три мы уже находимся в турбулентном состоянии, то ковид, очень много было страха, много было негатива, кого-то сократили, потом уголили, многие люди потеряли работу, потеряли бизнес, потом происходили следующие не очень хорошие вещи, упал курс доллара, евро, кто-то потерял в инвестициях, началась вот эта война, сейчас мобилизация, и многих людей это гоняет в депрессию. А что такое депрессия? Это психосоматика, и мы сегодня только можем, если не остановим этот процесс, только пополнять ряды, наверное, психически больных людей. Психосоматика ведет, конечно, к расстройству нервной системы и к различным заболеваниям. Потому что, кстати, даже в Библии сказано, а унылый дух сушит кости. И 365 раз Евангелие сказано, радуйтесь. То есть будьте как дети, всегда радуйтесь. И, друзья, есть прекрасный инструмент йога смеха. Что это такое? Чем отличается от смехотерапия? Основатель йоги смеха, Мадан Катария, это врач-физиолог из Индии, был очень вдохновлен книгой Нормана Казинца, американского журналиста, который написал книгу «Человек, рассмешивший смерть». Что же произошло? Норман Казинец болел практически неизлечимой болезнью. Без наркоза, без обезболивающих уколов ему больно было даже двигаться. Он не мог спокойно спать, и он не мог без боли пошевелить даже пальцами. И когда его уже отправили домой доживать последние дни, то Норман Казинец вот где-то услышал, что есть такое целебное средство, как смех. И он, как утопающий, хватается за соломой, он попросил, чтобы ему принесли различные видеофильмы, комедии, чтобы он мог, ну, хотя бы умирать, но на позитиве. И что произошло? Когда этот человек смотрел кинокомедии, начал улыбаться, в один из моментов обратили внимание, что он впервые два часа спал без всяких уколов. Через некоторое время он уже мог шевелить руками, ногами. Ну, если пропустить этот период, то далее этот человек скакал на лошади, он держал тяжелую ракетку, играя в большой теннис, то есть он был полностью исцелен. И это средство смех, данный нам свыше, от самой матушки природы. Бесплатное средство, которое лечит и выполняет так много функций для оздоровления. Когда он потом встретил своего хирурга, тот не поверил глазам, не ожидал уже Норман Казинец быть живым. Но Норман Казинец так крепко пожал руку, что это было красноречивее всех слов. И вот врач-физиолог Мадам Катарио, он, изучая воздействие смеха на организм человека, стал собирать людей на улице вместе со своей супругой. Они собирались, рассказывали друг другу анекдоты, смешные истории и исхуялись. И, конечно же, люди оздоравливались. Но в один прекрасный момент люди стали замечать, что шутки стали уже истекать, анекдоты стали переходить более плоские, может быть, даже пошлые. Они стали разочароваться и сказали, ну, всё, на этом всё. Но врач не стал вдаваться, и он сказал, дайте мне, пожалуйста, ещё немного времени, я обязательно что-нибудь придумаю. И Мадам Катарио углубился в свои научные труды, читал, и, о, Эврика, он нашёл то, что сегодня родило вот эту новую науку, гелатологию, наука о смехе. А именно он прочитал, что наш мозг не различает искусственный смех от настоящего. И когда мы смеёмся, происходит то же самое в организме. То есть запускаются эндорфины, гормоны радости, идёт оздоровление. И на следующий день он прибежал в одушевлённый к своей команде и сказал, ребята, давайте посмеёмся минуты две, просто так. И они хохотали целых 15 минут. Почему? Потому что в команде смеяться очень весело, происходит отзеркаливание нейронных связей, и люди начинают смеяться специально, потом уже хохочут непринуждённо, по-настоящему сами себя. Может быть, кто-то видел вот такой вот ролик, когда едет мужчина в вагоне и там начинает там чего-то смеяться громче, громче. Люди сначала косятся, всё, а потом в результате вес вагон просто закатывается. Ребята, это и есть йога смеха. Да, без причины, но все уже смеются естественно и непринуждённо. Но йога смеха – это круче, чем смехотерапия. Почему? Потому что при йоге смеха есть ещё специальное правило – это тренировка. Почему йога? Потому что йога – это про дыхание, дыхание в йоге, про наяма, да, оздоровительное дыхание. Ну вот многие знают Стрельникова, да, там методики дыхательные. Она вот тоже стрельнула это с йоги. Поэтому йога смеха. Есть правило смеха, как правильно дышать, как правильно смеяться. Поэтому йога смеха, она включает голосовые практики, дыхательные упражнения, различные игротехники, пальчиковую гимнастику. Естественно, смех по правилам. То есть это целая-целая класса наука. И наше время, чтобы пополнить своё тело энергии, ресурсности, чтобы не разрешать подавлять себя вот этой всей информационной атаки, которая вводит людей действительно в страх, в такую горесть. Чтобы этого не было, чтобы противопостоять этому, мы должны быть крепкими орешками, наполненными энергией, наполненной радостью. Потому что больной человек, он не поможет. От того, что люди смотрят телевизор, питаются этим информационным ядом, пересылают друг другу по WhatsApp, там разные вот такие вот страшилки. Что мы делаем? Мы только усиливаем это. Но когда мы будем делать вокруг себя людей счастливых, то и мир будет счастливее, потому что человек может делиться только тем, чем он сам наполнен. И, друзья, смотрите, когда человек смеётся, и смеётся тем более по правилам, относясь к этому как к тренировке, что происходит? А происходит следующее. Усиливается кровообращение. Наши сосуды становятся более молодыми и эластичными. Так как это дыхание, то есть мы выдыхаем всё ненужное. Кто там ковидом болел, сегодня даже делают в реабилитационных центрах, да, специально приглашают специалистов по йоге смеха, потому что это пусковидная реабилитация. Вообще у всех, у кого проблемы с иммунной системой, кто подвержен влиянию там возможных простудных заболеваний и так далее, и так далее. Вот занимайтесь обязательно, и будет просто потрясающий результат. Потому что когда человек на высокой планке, по эмоциональной шкале, у него такая иммунная броня, что он практически не подвержен. Все вокруг заболеют, а он останется в ресурсном состоянии. Далее, когда человек, у него усиливается кровообращение, он смеётся, значит, больше работают лёгкие, больше заходит запас кислорода, всё ненужно выходит со слизью, отхаркивается человек, полностью наполняется кислород, он лучше циркулирует по организму. И смотрите, ведь если недостаток кислорода в мозг, происходит инсульт, сегодня болезнь века, если в сердце недостаток кислорода, происходит инфаркт. Но когда это всё хорошо поступает, кислород, у человека даже усиливается каризма, лидерские качества, творчество. Уже отмечено, что там, где вводят йогу смеха перед занятиями, ученики, они лучше усваивают материал, повышается сосредоточенность, работоспособность, они на позитиве. Если человек страдает деменцией, у него ухудшается память, то это профилактика тоже таких болезней. Альцгеймера, много можно говорить. Это массаж наших внутренних органов, вид пресс, смехи, напрягается пресс. И, кстати, обозначается далее, могут кубики даже появиться, если вы будете уделять этому внимание, потому что это как несколько часов поработать в тренажёрном зале. Человек странеет, человек молодеет, потому что смех – это ещё фейсбилдинг. Вот смотрите, на нашем лице отпечаток нашего отношения к миру. И вот такие морщинки – это часто был гнев какой-то, вот такие морщинки – страх, вот эти морщинки – печаль какая-то. Но когда мы улыбаемся, мы прокачиваем совершенно другие мышцы, и поэтому человек молодеет, человек… Ведь наша улыбка – это наша визитная карточка. Если мы хотим, чтобы к нам шли люди, чтобы мы могли быть таким притягательным магнитом, дарящим счастье, солнце, то, конечно же, улыбайтесь, это просто классно. Дальше – это эмоциональный интеллект. Ведь человек, который начинает над собой работать, занимаясь йогой смех, он прокачивает себя в этом. И он начинает распознавать, уметь управлять эмоциями своими, чужими. Это круто. И йога смеха способствует миру во всем мире. Потому что человек, который наполнен счастьем, он не может мечтать о войне, он не может желать другому зла и причинять кому-то что-то плохое. Он делится только светом и радостью. Поэтому, ребята, сегодня более 100 стран, которые уже распространяют, используют йогу смеха. У нас становится всё больше и больше. Для нашей России гелатология – это ещё сравнительно молодая наука. Я очень рада, что она у нас появилась. И сейчас такое сложное время, когда люди в волнении находятся, в страхах. Знаете, что вообще страх может натворить? Ведь на таких эмоциях человек может не совсем адекватное решение принимать последствия, которых он может пожалеть. Поэтому убираем все эти панические атаки. Да, вот это вот всё снежный ком, слепливаем, слепливаем. Всё, что вас беспокоит, все обиды, горести, страхи, ужасы, волнения, кредиты. Всё, что мешает. Вот слепили такой снежный ком, и вы, братцы, над себя далеко-далеко. И психологи говорят, надо проплакать, надо что-то ещё прокричать. А мы просмеиваем и уменьшаем, уменьшаем эти все наши проблемы. Мы накачиваемся энергией. Это то, что сегодня не хватает. В наше время, когда так много негатива вокруг, люди, они больше всего нуждаются в энергии, в радости. Поэтому, ребята, занимаемся йогой смеха, и будет всем счастье во имя мира во всём мире. Спасибо!